Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 317. Распределите слова по трем группам и запишите их. Первая группа с мягким знаком для обозначения мягкости согласного. Вторая с мягким знаком в неопределенной форме глагола. И третья разделительный мягкий знак. Первая группа. Мягкий знак для обозначения мягкости согласного. Это слова «тоньше», «хазьба», «деньги», «молодьба», «сельдь», «меньше», «просьба», «письменный», «скользь». Вторая группа. Мягкий знак в неопределенной форме глагола. «Беречься», «зажечь», «печься». Третья группа. Разделительный мягкий знак. Это когда мягкий знак стоит между согласный и гласный. Затишье, «вьется», «соловьиный», «сыновья». Согласное, гласное, мягкий знак посередине. Разделительный, мягкий знак. Ручье, «пьем», «перья», «серьезный», «помощью». Выполним морфологический разбор слова «помощью». «Помощью». Что «помощью»? Это имя существительное. Чем «помощью» стоит в творительном падеже? Начальная форма «помощь». Это имя нарицательное, неодушевленное. Помощь «она моя», «женский род». «Помощь» заканчивается на мягкий знак «женский род». Третье склонение. Чем «помощью» творительный падеж? И стоит в единственном числе. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok